итак всем привет меня зовут смирнов алексей я бэкент разработчики из студии flag тема данного видео это раутинг и использование контроллеров в таком фреймворке как larval мы поговорим о том какие нам предоставляют возможности для раутинга сам larval и о том как правильно использовать контроллеры в архитектуре mvc так рассматривать данный вопрос данной темы мы будем на каком-то примере и для примера мы будем делать наше маленькое такое подобие приложения довольно простенькое так что там особо многого чего то не будет это будет приложение для ведения личных финансов делать очередной оттаск приложения не очень интересно захотелось немножечко разнообразия какую-то архитектуру как это будет приложение выглядеть я никак не обдумывал первое что мне пришло в голову это то что у нас в приложении будет три сущности точно будут они это активы то что приносит нам деньги и пассивы то на что мы тратим деньги не никаких не приносит и источники активов и пассивов то могут быть что угодно например активы это работа пассивы это когда мы ходим например покупать еду в магазине то есть это просто все наши растраты все на что мы тратим деньги так дальше начнем мы делать наше приложение с раутов как в общем-то и тема нашего видео в воровал все наши рауты хранятся в специальной директории раут из и они поделены на четыре файла web api консоль и channel и давайте сразу посмотрим как эти файлы выглядят в редакторе открываем наш редактор заходим находим директорию раут и здесь у нас есть все наши файлы наших путей первых у нас есть файл веб печки здесь мы описываем рауты которые будут доступны у нас в вебе то есть доступным пользователям через браузер дальше у нас есть файл api.php здесь мы описываем рауты нашего api для взаимодействия с другими системами которые будут к нам обращаться чтобы они могли определиться по определенному пути и получить нужный ответ дальше у нас есть файл консоль здесь у нас создаются артизан команды вот в общем то и все артизан команды здесь создаются который мы можем потом запускать в консоли и есть файл channel это нужен для бродкастинга для веб сокетов для аутентификации вернее для авторизации пользователя что он может получать те или иные сообщения на которую он подписан например в данном случае тут для примера для пользователя проверяется авторизованный пользователь и айди который мы получаем по каналу и сверяем что они равны что этот нужен нам пользователь чтобы это только правильному пользователю какое-то там сообщение какое-то событие закрываем мы будем работать с файлом веб.php и посмотрим для начала какие как создаются маршруты то чтобы создать свой маршрут мы нам нужно обратиться к фасаду route и указать дальше метод так это не фасад указать метод http запроса например это может быть get и в качестве параметров он принимает какой-то и рай и call back здесь может быть указано как анонимная функция если посмотреть на документацию larval там как правило по рау там именно так написано и здесь можем указать какой-нибудь например домашняя страница на которую то есть это будет путь в браузере который будет вводить пользователь и здесь это будет логика того что мы должны вернуть пользователю обработка этого запроса в документации часто встречается именно такой способ оформления раутов но лучше использовать лучше не использовать анонимную функцию в раутах потому что они медленно работают это замедляет наше приложение лучше использовать такой вот способ здесь указываем какой-то контроллер указываем его пространство имен либо таким образом импортируя его либо можно просто в качестве строки указать и в качестве второго параметра вторым элементом массива будет допустим название метода какого-то например вот такое и тогда по при обращении пользователя по данному рауту у нас будет вызван контроллер и в него будет вызван этот метод который мы здесь укажем можем не указывать здесь метод и и тогда у нас будет инвокабл контроллер если не ошибаюсь без вне массива его надо передать вот так просто строкой его namespace и тогда будет вызван метод инвок у данного контроллера вот также нам доступны для создания другие методы http запросов например можем указать здесь пост тогда контроллер будет реагировать только при условии если по нему буду обращаться методом пост например здесь может быть другой контроллер или если мы используем такой формат записи то здесь может быть указан другой метод здесь инвок будет метод вызван здесь будет на пост метод будет вызван метод стор у контроллера дальше мы можем указать здесь к примеру put он даже подсказывает можем указать патч так delete и также у каждого метода здесь указывать нужный нам метод контроллера который будет обрабатывать конкретно этот запрос эти все методы если они нам все необходимы для какого-то одного контроллера то мы можем вместо того чтобы записывать вот этих пять строк мы можем записать более кратко вот таким вот образом выдав метод ресурс и указав у него во первых имя в данном случае например допустим это какие-то посты и качество второго параметра мы укажем ему опять же namespace контроллера какого-то который мы должны будем создать при такой записи он larval сам создаст все вот эти пять перечисленных до этого давайте вот так вот сделаем вот такая запись создаст все пять данных методов только них будет получается здесь везде указано поставил здесь будет метод индекс здесь будет метод здесь будет апдейт здесь тоже апдейт здесь делит или дострой не помню как правильно называется в общем он создаст все вот эти вот контроллер не контроллер а все эти пути и каждому из них он еще присвоит и имя потому что в качестве первого параметра он принимает именно name здесь он соответственно следует еще такую вещь как нейминг раута пост и добавит еще здесь индекс аналогично он сделает для остальных методов только заменит их на пример store ну и так далее для чего нужны имена имена нам помогают написать раут один раз в одном месте и в дальнейшем в любом месте в коде где нам понадобится обратиться получить этот раут например чтобы сделать редирект или где-то в вьюхе нам нужно будет в форму например указать вот этот раут для создания или для обновления записи мы можем не писать сами вот здесь путь что здесь пост пост и здесь апдейт и там дальше конец какой-то параметр идиш ник поста который мы будем обновлять а мы просто берем и вызываем помощи helper функции раут обращаемся по имени и получаем пост апдейт и таким образом эта функция нам вернет нужно нам раут то есть сам ю рай и это нам позволяет хранить настройку раута в одном месте и переиспользовать одной маленькой функции во многих разных местах если нам допустим понадобится здесь что-то изменить в ю рай то мы изменим это в одном месте и нам не нужно будет искать все места в коде где используется данный раут поправим только в одном месте а по имени которую у нас останется прежним мы везде сможем получить уже новый обновленный раут ничего нам править не нужно вот это все будет в одном месте то есть это просто нужно для удобства работы с маршрутами которые мы создаем также метод ресурс имеет возможность создать определенные пути которые нам необходимы например если мы создаем ресурсный раут но нам не нужны например методы на обновление или удаление мы можем здесь в массиве так вот перечислить какие нам нужны раут и нам нужен только индекс и например только 100 и больше нам ничего не нужно и тогда он создаст не все пять а только вот эти вот два все остальные три будет нам недоступно он будет орву будет выдавать ошибку если мы пытаемся путем или делитом ударить по этому пути обратиться по этому пути ну или например если мы используем это для api то есть мы допустим можем создать то вот здесь и нам нужно ограничить чтобы не было здесь по api доступных методов для форм то есть там есть еще методы такие как create в ресурсном контроллере на котором мы посмотрим чуть позже этот метод отвечает за то чтобы у нас отобразилась в браузере табличка форма форма для создания ну и нам этот путь в апи методах не нужен мы поэтому можем исключить его отсюда указав метод он ли у раут и этого пути просто не будет в нашей api так и чуть не забыл вернем на секунду этот метод и тут у нас был допустим create мы можем это сделать еще проще чтобы не исключать необходимые методы из доступных мы можем просто указать таким вот опытом api ресурс указать те же самые параметры и тогда он создаст нам все те же пять методов методов только он исключит сразу же методы create то есть методы с формами create update и ну и все то есть он исключить лишнее он создаст только те которые должны быть доступны в api убираю все не нужно чего там быть не должно также в какой-то момент у нас может появиться необходимости допустим расширить наш так сказать раут то есть помимо замене вот это здесь все на пост например для примера здесь у нас допустим id update и допустим давайте закомментируем потому что не нужно у нас мы используем вот такой вот тип записи например нам нужно добавить еще route с методом get который у нас будет отвечать за то чтобы получить допустим самые популярные посты например там или что еще может быть в данном случае если нам мы используем ресурсный раут то нам подобные рауты необходимо будет указать не здесь а перед ним иначе может возникнуть конфликт если мы используем например store то этот популяр он все что будет идти после слыша оно залетит в качестве параметра в качестве атрибута пути и мы просто не сможем она просто работать не будет мы должны поставить это перед объявлением ресурсного раута также у нас есть возможность указать здесь вместо метода get мы можем написать например any чтобы это начать что любой метод http запроса будет отправлен на этот раут то что я уже говорил про замыкания то есть про анонимные функции которые можно встретить в документации по larval так можно написать larval дает такую возможность но так и делать неправильно как минимум потому что это работает медленно и здесь у нас скорее всего будет описана какая-то логика построения ответа на данный запрос этой логики не должно храниться в файле с раутами здесь мы описываем лишь пути доступные для пользователя для взаимодействия с нашим приложением чего-то другого здесь быть не должно так идем дальше какие еще у нас есть методы здесь мы также можем указать например redirect то есть сделать какой-то redirect указывается только он он уже не может принимать в качестве второго аргумента анонимную функцию какое-то замыкание он в качестве второго аргумента принимает другой раут на который мы должны его перенаправить например с этого раута нам нужно всегда перенаправлять пользователя на вот этот на другой на другую страницу например и здесь мы можем указать в качестве третьего параметра http код ответа статус например такой по дефолту здесь стоит 302 если нам нужен 301 перманентное перемещение страницы то мы можем указать вот таким вот образом либо мы можем убрать свою запись чуточку понятнее сделать вот так вот перманентный redirect то есть страница перманентно перемещена на другую uri и мы перекидываем пользователя сразу же здесь статус ответа всегда будет 301 здесь если мы не указали он будет 303 либо мы можем указать какой то еще трехсотый код если нам это нужно будет так идем дальше нам также доступны рауты для для того чтобы дать просто какую то статику например view и здесь мы указываем путь к нашей вьюхе например вот так этот путь это то что у нас будет в папке вьюхе дальше у нас будет какие то директории дальше у нас указывается имя первой директории и через точку либо следующее вложено директории либо сразу же указывается файл если у нас вложено например здесь еще имя файла в конце имя файла без расширения и и что то еще вот так то что я уже показывал но не объяснял еще у раутов можно указывать динамические параметры как названо в в документации Laravel и работать не таким образом мы указываем здесь id и здесь мы можем указать либо это в замыкании либо в контроллере в методе контроллера мы можем прямо указать что метод у нас принимает на вход переменную с именем id и мы таким образом получим id тишник нашей записи то есть то что у нас будет идти после слыша при таком запросе в браузере также эти параметры могут мы можем кастить их до каких-то определенных значений например если нам нужно получить не поставил допустим юзер юзер и нам нужно получить определенного юзера здесь страница определенного юзера например то мы здесь можем указать не просто юзер нам здесь придет просто айдишник его например мы можем указать сразу модель пользователь модель то есть типизировать данную данную переменную которую мы получим из раута и таким образом Laravel поймет что нам нужно не просто число или строка там в зависимости от того что нам нужен именно экземпляр конкретного пользователя и мы сразу получим модель здесь и сможем ее вызывать какие-то методы работать с моделью конкретным пользователем нам не нужно будет самим брать идти например искать данного пользователя по айдишнику который нам был передан мы его сразу получаем и сразу же начинаем с ним работать например там не знаю апдейт сделать какой-то или что-то еще все что нам нужно будет по бизнес логике этих параметров может быть больше одного мы можем указать их вот так вот дальше например name и тогда здесь вот например допустим нам нужен user update него там мы обновим name по переменной которую нам передали к примеру или что-то другое то есть суть в том что этих параметров может быть больше одного так дальше этим параметром также можно задавать определенные настройки то есть условия что мы можем в качестве параметров этих принимать какие значения они указываются эти настройки в массиве и здесь мы указываем сначала имя этого параметра динамического его в качестве ключа и в качестве значения мы указываем правило по которому оно будет проверяться например здесь у нас будет такое правило что параметр user может содержать в себе только цифры и любое их количество например name может содержать в себе только буквенное значение и только в нижнем регистре например вот таким вот образом и теперь если у нас здесь в качестве первого параметра в юзера залетит какой ну будет какая-то буква или какой-то специальный символ то ларва выдаст ошибку что здесь неправильно переданы параметры вернее он просто не найдет такой страниц выдаст скорее всего 404 если где-то дальше не будет пойман этот запрос и данное при данной записи мы используем регулярные выражения что может быть не очень удобно когда у нас например много таких или просто мы хотим допустим чтобы это было чуть-чуть более красивее мы можем указать сокращенную такую запись используя функцию where number указать здесь ключ вернее имя параметра и дальше указывать точно так же where alpha name и это будет к этим параметрам будет применены точно те же самые условия правила проверки их которые мы указывали до этого только теперь оформлено в виде таких вот методов и это более читаемо тебе не нужно смотреть что там за условия если она например более сложная мы можем указать просто вот так вот и очень часто допустим здесь мы будем не user а id здесь точно так же мы можем здесь здесь не принципиально как они называются мы можем здесь принимать качество параметра id называть а указать просто такой же последователь указать параметры здесь и тогда у нас в качестве юзера все равно прилетит этот айдишник и larval сам найдет нужного пользователя и вернет нам нужную модель чтобы не указывать у какого-то набора раутов одинаковые вот эти условия что айдишник у нас всегда какое-то число и это никогда не не может быть набором каких-то букв или других символов мы можем указать использовать такой метод мы можем создать паттерн для id ключ и здесь строкой указать тот же самый паттерн как мы указали до этого паттерн таким образом у нас могут быть разные рауты например не только пользователи а еще и пост допустим здесь соберем и здесь у нас принимаем пост и и чтобы не писать для каждого этого раута проверку id на соответствие числовому значению мы можем указать один раз вот такую запись и теперь в любом рауте где у нас используется параметр id с именем id у нас будет всегда применяться подобная проверка так дальше ну я уже упоминал о том что также у нас рауты могут использовать имена и это нужно для удобства то о чем я говорил чтобы в одном месте у нас был указан указаны все настройки раута который может меняться при каких-то условиях что может быть неудобно когда у нас используется этот же самый URI в куче разных мест в коде при помощи имени раута именованного маршрута мы можем в коде поменять это в одном месте в файле настроек наших раутов всех итак основные вещи мы проговорили которые можно проделывать с нашими раутами впоследствии если мы с чем-то будем сталкиваться мы будем их проговаривать дальше а теперь мы посмотрим еще на последняя вещь которая нам может пригодиться и скорее всего пригодится это группировка маршрутов мы можем их сгруппировать и здесь функция так дальше здесь мы можем указывать какие-то наши рауты например например у нас users и там допустим страница индекс здесь у нас индекс а здесь там create здесь у нас update здесь у нас допустим что-то еще там дальше у нас какой-нибудь ээээ не знаю какая-то его история пользователя там галерея и всех этих маршрутов есть у нас общее общий участок вот этих вот юрай мы можем это все вынести при помощи специального метода префикс вот таким вот образом здесь указать users и тогда у нас здесь отпадает необходимость прописывать юзеру ко всем ним будет применена сначала префикс user а потом уже будет идти имя и так далее это бывает очень удобно когда у нас много таких вот раутов и у них получается очень длинные имена и мы можем так их группировать и или допустим нам нужно еще к ним применить сейчас напишу во-первых имя во-вторых такая вещь как middlewar house и имя напишем сразу users точка здесь мы также укажем name здесь что у нас index ну и так далее у всех остальных также прописываем имена что в данном случае происходит мы берем и указываем что для всех этих раутов во-первых у нас используется префикс один общий user во-вторых для naming используется users указываем точку то есть здесь эти строки из этого метода и из метода который будет указан каждого раута строки будут конкатинироваться и получится нормальное имя для конкретного раута и мы еще указываем что у нас здесь используется middle war подробнее про то что такое middle war мы будем разговаривать позже сейчас просто для понимания скажем что эта вещь проверит при данном в данном случае данный middle war проверить что все эти пути доступны для авторизированных пользователей для аутентифицированных пользователей если быть если быть точнее то есть если у нас пользователь обратиться по рауту users index и при этом он не будет аутентифицирован то он не сможет получить доступ к этой странице он получит 404 а если он будет аутентифицирован то он сможет обратиться к этому пути и то же самое касается всех этих путей которые указаны у нас в данной группе если мы какой-то из этих путей вынесем из группы то он будет доступен всем пользователям и гостям и аутентифицированным пользователям и кому угодно в общем-то так то что про группы надо было сказать наверное все сказал единственное теперь еще посмотрим на такой момент где у нас вообще как у нас загружаются все эти пути из данных файлов из веб и из api загружаются они следующим образом заходим в папку app здесь находим providers и находим провайдера route service provider здесь у нас указаны методы для загрузки обеих наших файлов api и веб загружаются они следующим образом для веб мы используем middleware веб и в группу мы загружаем все рауты из файла web.php а для api мы используем во-первых префикс api то есть нам здесь не нужно будет в рауте указывать префикс api он уже встроен то есть примерно так же как здесь у нас ко всем будет применяться users здесь у нас ко всем раутам которые мы будем указывать в файле api автоматически будет подставляться api в начале url url точнее и загружаются все указанные нами рауты используя такой метод мы вполне можем здесь добавить свои какие-то рауты например мы можем добавить рауты для админки использовать любой здесь префикс админ свой какой-то middlewar допустим пусть будет он точно так же админ и свой файл админ и чтобы все у нас заработало нам просто нужно будет создать файл php админ и здесь точно так же мы можем указывать раут гет какой-нибудь даш борт даш борт например и вызывать он там будет админ контроллер какой-то вот и этот файл у нас будет автоматически загружаться к нему автоматически будет подставляться префикс админ и накладываться проверка из middlewar там может быть любая проверка в первую очередь наверное будет авторизация прав пользователя на вход в админку вот таким вот образом здесь все убираем так закрываем и это тоже нам сейчас не нужно удаляем то что я хотел рассказать про рауты про те возможности которые у нас есть в larval для работы с раутами для их настройки в принципе я рассказал достаточно для начала более подробную информацию можно получить из документации larval